Рад приветствовать вас в новом видеоуроке. Меня зовут Александр Владимиров, школа Logic ProHelp. Сейчас мы разберем с вами кое-какие моменты, связанные с работой с мелодиями, которые позволят сделать ваши треки более интересными. Есть такое понятие, по-разному всегда это называется, проходящие ноты или акценты. Как бы то ни было, вы сейчас узнаете, что это такое, и мы разберем все на максимально простом примере. Вы уже сможете применить это все в своих треках, на более, так скажем, сложных примерах, в более таких практических условиях. Значит, у нас есть самая обыкновенная пианино, прям стандартная гранд пиано без какой-либо обработки. И у нас есть аккорды, а именно аккордовая прогрессия, состоящая из четырех аккордов, и есть какая-то мелодия сверху. Достаточно стандартная история, которая используется во многих треках. И теперь мы это все слушаем. Звучит достаточно красиво. Обставьте, если под аккорды подобрать какие-то другие пресеты, сделать лейринг под мелодию, другие ноты, другие, вернее, пресеты, другие синтезаторы, тоже сделать лейринг, плюс ударный бас, плюс обработка, сведение, мастеринг. Ну, короче, будет конфетка. Ну, и чтобы было дальше интереснее, я создал новую дорожку, где выбрал электропиано. Электропиано вот у нас. И добавил немного реверберации. Теперь что я делаю? Смотрите, я копирую и убираю вот эти вот аккорды. И, в принципе, уже сейчас, если я включу, то, в принципе, будет достаточно интересно. То есть мы получаем своего рода лейринг, при этом мы оставляем только какие-то определенные ноты. Но что мы можем сделать? Мы можем убрать какие-то вообще лишние ноты и оставить только те, которые добавляют акценты. Для того, чтобы это сделать, ну, вы можете либо сразу выбрать здесь Mute Tool, либо можете здесь выбрать Mute Tool, как вам удобно. И просто зажатым командом, да, как бы их выключать нотки. И мы просто берем, и можно вообще все как бы ноты выключить и просто включать какие-то ноты и слушать, как это звучит на практике. Ну, то есть давайте вот, например, вот так вот сделаем. Какие-то нотки я убираю, и вот мне что-то думается, что вот эти вот ноты, такие переходящие от одного аккорда к другому, могут быть достаточно интересными. Давайте попробуем. Доступ ко всем курсам школы Logic ProHelp всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово! Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Давайте сделаю погромче, чтобы просто было более наглядно слышно. По-моему, неплохо. Можно еще добавить вот эти вот ноты при желании. Но, честно говоря, мне кажется, что если их добавить, то будет вот этого электропиано уже слишком много. Мне хочется, чтобы это были какие-то вот прям такие просто нотки, знаете, дополнительные. Причем специально я бы сделал их еще гораздо тише, чтобы вот они были вроде едва заметны. И в миксе как бы это не было бы супер акцентированно, но это была бы такая изюминка. И в итоге это было бы прикольно именно с точки зрения такого акцента. Давайте послушаем. Да, по-моему, так, я бы сказал, даже идеально. Опять-таки, я все показал на простых примерах. Понятно, что можно все это лейрить, можно подбирать какие-то более интересные звуки. Понятно, что нужна еще обработка в дальнейшем. Но ключевой момент показать эту фишку, эту технику. То есть, если вы создали мелодию и вы не знаете, как ее развить еще, то вы просто берете, вот прям как я показал, Mute Tool, убираете лишние ноты, оставляете только те, которые прикольно вписываются в общую концепцию. Такие вот акценты, какие-то переходящие ноты. И получается очень прикольно, классно и интересно. Так что обязательно применяйте это в своих треках и делайте их лучше и интереснее. На этом все. С вами был Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Пока.